Книга открытым оком. Тема Русская Православная Церковь. Вопрос 3180. Том 17. Мне можно объяснить такую суетливость по... Чем можно объяснить такую суетливость по объединению приходов Русской Православной Церкви в России со стороны Евтихия, вашего правящего архиерея? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот вопрос задать бы ему, но сразу же оговорить, чтобы ответ был дан на основании Слова Божия, а не снов и откровений, подобно тому, как он получил в Америке. Кинув своих сотрудников в один момент, переметнувшись на сторону лютых врагов истины. Лично я еще с ним не встречался после его перерождения в патриархийного апологета, а потому могу говорить только на основании того, что уже знал о нем и что под его именем написанное с тех пор читал. Я это и ему говорил не раз, что ему надо бы народиться свыше от Бога Иеговы и Его Слова, а не от переписанных молитв. Если личной встречи со Христом не было у человека, он может только повторять чужие слова о сердце его мертвого к голосу совести и к венью Духа Святого. Евтихий Курочкин Иван Тимофеевич любит говорить о послушании, смирении, о гордости в других людях, кается в том, что запредельно и казаться себе творящим волю Божию только в данный момент. Гнев лив весьма и делается неуправляем. Послание Якова 1.20 Ибо гнев человека не творит правды Божией. Римлянам 1.18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Духовную работу не понимает и не интересуется ею. И об этом ему не раз говорил, когда он бывал у нас в гостях. Мы ему благодарны, что он нас терпел столько лет и мы смогли жить под его амафором. За нераскаянные грехи Бог попускает человеку в конце жизни добрать полную меру грехов, чтобы низвести его в преисподнюю. Да не будет с ним того, хотя он к этому ломится неистово. Все его обращение, надрывный вопль, выламывание перед теми, кого мыслит уже своими хозяевами и епископами в Московской Патриархии. А уж требование подписки в лояльности от своего духовенства. Этот крик отчаяния по указке оголтелых ненавистников Христовой истины. Мне искренне жаль его больного, может смертельный и потому нуждающегося в покое. Если с этим он и уйдет с лица земли, то имя его не будет предано забвению, а станет в ряд с узурпатором и предателем митрополитом Сергием. Вот так же выкручивавшего руки, отворачивавшего голову всем, кто с ним был не согласен. Долго ли водит Евтихий шашни с эмпэшными епископами, не знаю. Но что патриархийная ржавчина сожрала его совесть, это сверхочевидно. Подобная метаморфоза случилась со всеми, кого я знал, кто входил в близкое общение с патриархией. Там смерть веры, совести и духовных рассуждений. Дух лжи и неистовой ненависти к правде. Таковые дельцы от религии, и связь с ними делает сыном гиены. Третье царство 22-23 И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Моран Афа впервые прозвучала в письме к коринфянам апостола и старца. Кто Господа не любит, ржаветь ему причала и знать, что отлученным не достигнуть царства. Моран Афа развратникам в портах, дельцам церковным, любящим кичиться, всем молчунам, кто самостью пропах, не за столом Христа, а ест свои харчишки. Им до пришествия Христа быть отлученным, вне церкви погибать по разным сектам. Моран Афа отбарабанит четко, оставит шрамы, низкие отметки. Здесь не решение соборов и синодов, но не любовь к воскресшему Иисусу. Такой врабы самим собою продан он на своих дрожжах с необновленным вкусом. Моран Афа печать на беглецах, распутниках, врагах и фарисеях, анафема, разрыв любви кольца, провал дофанам всем от Моисея. Моран Афа запачканным сексотом, всем стукачам, саглитатаем несчастным, всем прилепившимся к отаре Божьей сбоку. Им нет наследия, и с искупленными части не любит Господа. Так как же я люблю распятого воскресшего ровуни, мои победы для кого салют, и прежде смерти ветром их не сдует? Как не любить любовь? Она превыше обрядности всех жертв богослужений, его слова для нас, вода и пища, их сохранить от разных искажений. Моран Афа пусть не стучится к нам, в любви к Христу тьме жить не суждено. Нелюбящий Христа себя во мрак изгнал, он по-монашески далек и одинок. 21 июля 2006 год. Игнатий Лапкин.